Сэр Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбурге, Шотландия, Великобритания. Мальчик появился на свет в небогатой семье. Его мать Ефимия Коннери работала в прачечной, иногда подрабатывала домашней прислугой. Отец Джозеф Коннери был рабочим на фабрике, а в свободное время чернорабочим. Они жили в скромных и тесных условиях. До пяти лет Шон спал в ящике шифоньера, который находился в спальне родителей. Когда в семействе родился второй ребенок Нил Коннери, финансовое положение стало совсем сложным. Поэтому восьмилетний Шон подрабатывал в мясной лавке, где вместо оплаты каждую неделю ему выдавали обрезки. А также помогал на почте и развозить молочнику по домам товар. Вот как он вспоминал то время. «В детстве я знать и не знал, что мне чего-то недостает. Просто не с чем было сравнить. Это и есть свобода. Мать прачка и отец фабричный рабочий вкалывали, как каторжные, и я считаю, что мне очень повезло с родителями». Главным развлечением для мальчиков в свободное время являлся футбол. В юности Шон Коннери вступил в ряды Королевского военно-морского флота Великобритании, но больше всего в период службы ему нравились походы на танцы. После очередного веселого времяпрепровождения с друзьями он набил себе две татуировки «Мама и папа» и «Шотландия навсегда». Но подчиняться строгим правилам и выполнять приказы оказалось не в его характере. Через несколько лет Шона комиссовали с мизерной пенсией в шесть еженедельных фунтов, без права восстановления на военной службе. Причиной послужило то, что у него обнаружили язву двенадцатиперстной кишки. После завершения службы пришло время поиска себя. Он сменил не одну профессию. Работал грузчиком, вышибалой, спасателем в бассейне, натурщиком и даже занимался полировкой гробов. Но это, по его же признанию, получалось у него меньше всего. Также Коннери не бросает свое пристрастие к футболу, продолжая играть в любительской команде. И настолько выделяется среди всех, что легендарный тренер Манчестер Юнайтед, Мэтт Басби, предлагает ему попробовать свои силы в его команде. Впоследствии отказ он будет считать лучшим решением в своей жизни. Ведь 6 февраля 1958 года произошла авиакатастрофа, где погибли многие из ребят, у которых все только начиналось. Еще одним увлечением Шона в тот период был культуризм. Он даже принял участие в конкурсе «Мистер Вселенная». Свой творческий путь он начал с театральной постановки «Юг Тихого океана», где ему нужно было сделать колесо и пропеть «Нет ничего прекраснее дамы». Шон Коннери говорил, актером я стал и за денег, и забавы ради. В кино платили больше, поэтому Коннери ходил на различные кастинги. Его экранная карьера началась с массовок и малобюджетных фильмов. Он обратил на себя внимание продюсеров после телевизионной драмы «Кровавые деньги», где сыграл боксера. Далее последовала мелодрама «Другое время – другое место». Примерно в тот период времени он встретил свою будущую жену – Дайан Силента. В 1962 году они узаконили свои отношения. В их браке появился на свет сын Джейсон. Их семейная жизнь сопровождалась легендарной Бондианой. Для данной роли Шону пришлось приложить немалые усилия, ведь в нем не было природного аристократизма, свойственного агенту 007. Для образа Джеймса Бонда актера продвигала супруга продюсера, актриса и писательница Данна Брокколи. Она увидела в нем огромный потенциал и невероятную притягательность. Против данной кандидатуры выступил писатель и автор книг про супершпиона, Ян Флеминг, который считал Коннери незамысловатым, в отличие от персонажа. Не обрадовался исполнителю главной роли и режиссер Терренс Янг, но проявил профессионализм, стал водить Шона по дорогим ресторанам и местам, чтобы тот почувствовал атмосферу, обучал, как нужно держать себя в кадре и манерам, а также познакомил с собственным партным, для того, чтобы тот привил ему стиль в одежде. Съемки фильма «Из России с любовью» могли закончиться трагедией. В одной из сцен пилот вертолета подлетел к актеру слишком близко, едва не задев его. Это была истинная слава. С выходом каждой картины про супершпиона его гонорары росли. Шон Коннери превратился в элегантного и статного мужчину. Казалось бы, успех достигнут, но он не хотел становиться заложником одного образа, поэтому продолжал сниматься в разноплановых фильмах. Например, актер сыграл в кинокартине «Марни» режиссера Альфреда Хичкока. В период Бондианы его подлинной страстью стал гольф. Как-то в интервью Шон Коннери сказал, «Жизнь напоминает игру в гольф. В тот момент, когда ты начинаешь терять энтузиазм, она от тебя ускользает. К счастью, я не потерял интереса ни к гольфу, ни к жизни». В 1973 году отношения с женой Дайан Силента пришли к официальному завершению. Свою вторую жену Мишелин он встретил на поле для гольфа. Их союз вначале испытал немалые препятствия. Общение было прерывистым и даже порой прекращалось на некоторое время. Любовь проходила проверку расстоянием. Жизнь настоящего актера заключается не только в творчестве и съемках, но и в постоянных переездах и перелетах. Однажды в аэропорту где-то в толпе он увидел женские ножки и подумал, это же моя Мишелин. Подойдя поближе, действительно убедился, что она. После данного случая, когда буквально узнал ее из тысячи, он понял, что без этой женщины не может. Их союз в официальном браке просуществовал порядка 45 лет. Безусловно, сложности были, но они сумели сохранить романтику до самого конца. Вот что Шон Коннери говорил про чувства. «Любовь не может заставить меня совершить кругосветное путешествие, но должен признаться, что она может сделать поездку, заслуживающей внимания». Сэр Томас Шон Коннери – один из редких примеров, когда актер получает вторую волну популярности, став солидным и седовласым мужчиной в возрасте. В 59 лет один из популярных мировых журналов удостоил его титула секс-символа, а ровно через 10 лет то же издание, подводя итоги прошедшего столетия, признало Коннери самым сексуальным мужчиной 20 века. Сам же он комментировал это так. «Все это приходящее и уходящее. Скоро меня скинут отсюда более молодые и красивые парни». Интересно, что Шону Коннери предлагали сыграть роль Гэндальфа в знаменитой трилогии «Властелин колец», но он отказался. Позднее в интервью признав, что никогда не был поклонником жанра фэнтези, поэтому просто не понял сценария. Также любопытно, что актер посвящен в «Рыцаре» и получил официальный титул. 25 августа 2008 года в свет вышла книга Шона Коннери «Быть шотландцем». Это не совсем автобиография. В своем произведении он написал о Шотландии, о ее культуре, истории, а также о своей семье и о себе. В 2011 году представитель актера сообщил, что тот больше не будет появляться на публике, а Шон Коннери от себя добавит. «Я стал замечать, что забывают текст, и пусть лучше меня запомнят таким, какой я сейчас». Через несколько лет ему поставят диагноз – деменция. Также у него выявили проблемы с сердцем. Но, несмотря на состояние здоровья и тревожные сообщения в СМИ, он жил на Багамских островах в своем доме, отдыхал, проводил время с друзьями, близкими, родными и женой, и приглашал ее на свидание до тех пор, пока мог. А также говорил, «Мое мнение, если вы хотите чего-то добиться в жизни, будьте социопатом, в противном случае вас просто сожрут». В ночь на 31 октября 2020 года сэра Томаса Шона Коннери не стало. Он ушел во сне. Спасибо за настоящий пример.